Всем привет! Меня зовут Варвара Макаревич, а вы смотрите Брифинг, программу, в которой я коротко расскажу о том, что сегодня обсуждают в США. Брифинг идет в прямом эфире, не стесняйтесь оставлять комментарии к трансляции. Буквально пару часов назад в штате Мэриленд в результате стрельбы погибли три человека, несколько человек ранены. Инцидент произошел в распределительном центре аптечной сети RightAid. Следите за развитием событий на наших каналах в соцсетях. Ураган Флоренс, обрушившийся на юго-восточное побережье США на прошлой неделе, ослаб до категории постропического шторма, но успел унести жизни 37 человек. Президент Дональд Трамп посетил пострадавших в Северной Каролине. Во время своего визита 45-й хозяин Белого дома пообещал, что государство окажет штатам Северной и Южной Каролины всестороннюю поддержку в ликвидации последствий урагана Флоренс. Наводнение все еще остается угрозой для всего региона. Президент Трамп, которого критиковали за качество спасательных операций после прошлогоднего урагана в Марии, обрушившегося на Пуэрто-Рико, встретился с жителями города Нью-Берн. Президент США помогал раздавать еду пострадавшим от стихии. Одной женщине он сказал «Знаете, мы с вами». Во время визита президента сопровождали министр внутренней безопасности, глава федерального агентства по регулированию чрезвычайных ситуаций, а также сенатора от обоих штатов. На передней панели в салоне автомобиля размещены спидометр, консоль для управления климатической установкой, перчаточный ящик и другие функциональные ниши. Ну и, конечно, мультимедийная система. Именно за эту небольшую, но важную ее часть лидирующие производители мобильных устройств готовы вести настоящую войну. Google празднует победу. Альянс Рено, Ниссан и Митсубиси, который в прошлом году продал более 10 миллионов автомобилей, заявил, что в будущие модели будут интегрированы Google Maps и умный персональный ассистент, голосовой помощник Google Assistant. Времена, когда сами автопроизводители разрабатывали неуклюжие и неудобные операционные системы, подошли к концу. Раньше автокомпаниям не хотела, чтобы IT-гиганты из Кремниевой долины были ответственными за их общение с клиентами. Автомобили сейчас напоминают то, как выглядели мобильные телефоны до появления смартфонов. В смартфонах же очень мощные компьютеры. Подход до сих пор был следующий — Apple CarPlay или Android Auto. Ты подключаешь смартфон к мультимедийной системе автомобиля, интерфейс твоего мобильного устройства дублируется на дисплей на передней панели. Разница в том, что теперь Google изначально установит операционную систему автомобиля. Однако остались автопроизводители, которые до сих пор сопротивляются большим техкомпаниям. Концерт Daimler, в состав которого также входит Mercedes-Benz, заявил о собственных планах по разработке интерфейса на базе технологий машинное обучение. У концерна будет свой голосовой помощник. BMW также будет и дальше работать над своей собственной операционной системой. Тем временем, борьба тех гигантов за место на передней панели продолжается. Система Apple CarPlay сейчас доступна на более чем 200 моделей, а голосовой помощник от Amazon уже добрался до автомобилей марок Ford и Toyota. Вопрос в том, станет ли Apple загружать свою операционную систему на процессор, который устанавливает в машину сам автопроизводитель, или же разработает компьютер для автомобилей под свое программное обеспечение. Renault, Nissan и Mitsubishi объявили, что первые машины на Android стоит ожидать уже в 2020-2021 году. Тех, кто устал от покера и Blackjack, теперь смогут поиграть и в домино. В Центре игровых инноваций в Университете Невады в Лас-Вегасе изобретают новые развлечения для казино. Я всегда себя спрашивал, почему в казино не играют домино. Эта мысль привела к тому, что игра, основанная на принципе домино, появилась в игровом зале отеля Plaza в Лас-Вегасе. Гаррид Морре разрабатывал эту игру два года в Центре игровых инноваций в Университете Невады в Лас-Вегасе. Это та же игра. Если вы знаете, как играть в домино, вы знаете правила и наши версии. Гаррид Морре в свое время организовал Всемирную лигу домино. По его словам, самое простое в адаптации этой игры для казино было заменить костяшки на карты. После этого он работал с преподавателем Университета Невады в Лас-Вегасе над созданием игрового процесса, адаптированного для казино. В результате игра стала похожа на Blackjack или трехкарточный покер. Мы взяли хорошую игру и упростили ее. Чем больше очков, тем больше денег. Чем больше дублей, тем больше денег. Когда игра и ставки были доведены до совершенства, Гаррид начал попытки разместить ее в игровом зале. Я обошел 150 казино от Локлин до Ренофарам. В конце концов, первый стол с домино открылся в отеле Казино Плаза. Я думаю, он станет первым из многих. Говорят, что в чрезвычайной ситуации люди замирают, не зная, что предпринять. Это не относится к жителю Лас-Вегаса, который уже несколько раз бросался на помощь незнакомцам. В этом видео вы видите пожарные машины. Однако людей из горящего дома эвакуировали еще до их приезда. Это сделал Брайан Кипперман. Все произошло само собой, поверьте. Я увидел этот дым, и многие сами побежали через дорогу. Дом был охвачен огнем. Тем не менее, Брайан бросился в самое пекло. Он помог пожилой хозяйке выбраться, а потом вернулся за двумя собаками. Он очень хороший муж, хороший папа и просто хороший парень, честно-честно. Вот когда была эта история с полицейским, например, я бы испугалась, а он... За историю с полицейским Брайан даже получил медаль. Дело было так. Он шел по улице и увидел, как полицейский дерется со злоумышленником и не может с ним справиться. Я что? Я мигом машину припарковал, подбегаю к ним, хватаю этого парня и прижал вот так, прижал его к забору. Вот так, всей силой прижал. Схватил его руку и держал крепко, а он бац и поднимает другую руку, а в ней нож. Благодаря Брайану злоумышленник арестован, а женщина и ее собаки спасены из огня. Сам герой говорит, что просто оказался в нужное время в нужном месте. До встречи на брифинге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова